Видео вам сейчас покажу, давайте послушаем сначала Ахмада Кадырова. Ильма знать от этого я считаю мало. И имам, если с Ильмом нет, от Ильма только фитна. Это война в Чечне нам показала. Все то, что я на протяжении этих лет говорил и делал, это все постигнет меня. Все то, за что я порицал Кадырова и его приближенных, я сам стану точно таким же, как и они. То есть все мои слова будут против меня самого. Тумсо, а как ты понимаешь слова? Воюйте с ними так, как воюют с вами они, но не приступайте. Басаев эти слова как-то произнес в интервью с Бабицким. Фонд имени Ахмада. Благодарю, благодарю, фонд. Итак, обратил внимание на высказывание старой, какие-то изречения Ахмада Кадырова. Обратил внимание на то, что в основе своей человек ведь говорил очень много правильного. И вот одна из таких его речей, ее на телеграм-канале «Мнение чеченца» выложили. Я небольшую часть из этого видео вам сейчас покажу. Давайте послушаем сначала Ахмада Кадырова. Ильм знать, это я считаю, мало. Ильм, если с Ильмом нету, от Ильма только фитна. Это война в Чечне нам показала. Сильные алимы, которые старики, встали на сторону этих врагов. И очень большой вред они приносили остальным. Поэтому Ильм и Ильман. Ильман, я считаю, главным. Иблис тоже был большой Ильм, но Ильман не был у него. Дата на этом видео 23 мая 1999 года. То есть это буквально через несколько месяцев начнется вторая Российско-Чеченская война. Второе российское вторжение в наше государство. И говорит он на русском языке, что свидетельствует о том, что это не в Чечне, видимо, происходит. Возможно, в Дагестане, возможно, где-то в другом месте, на Кавказе. Но говорит он на русском, чтобы его понимали присутствующие. А, соответственно, присутствуют там не только чеченцы. И вот слова-то абсолютно правильные. Здесь говорит он правильную вещь, правильные вещи. И во многих его речах мы слышим очень правильные вещи. И это относится исключительно к старым его высказываниям. До того, как он уже официально продался России. До того, как он стал российским чиновником. Вот все то, что он говорил, будучи муфтием независимой Чечении. А далее, даже после того, как он уже не являлся муфтием, как вот, например, на этом видео, судя по дате, он уже тогда не является муфтием. И слова правильные. Ведь мы не можем, никто не может сказать, что, например, стоя на том самом знаменитом тракторе, это знаменитая речь Кадырова, где он порицает предателей, тех, кто, ну, коллаборантов, которые взаимодействуют с оккупационной властью, он их порицает, он приводит аяты из Курана, которые обращены вот к тем самым отступникам. Говорит правильные вещи, и мы не можем с этим спорить. И удивительно то, что во многом действительно его речи оказались пророческими. Только пророческими против самого себя. Вот все то, от чего он предостерегал, к чему он призывал, что он порицал, все это в итоге постигло его самого. И не только его, еще и его потомство. На самом деле это ужасная судьба человека. Если бы сегодня представить, допустим, задать такой вопрос любому из нас, хотели бы мы прожить такую жизнь, после которой все то, что мы сейчас говорили, потом это все оказалось бы против нас самих, и еще наше потомство тоже было бы причастным ко всему этому. То есть все то, что мы порицали, и к чему мы призывали, от чего мы предостерегали, все это коснулось нас самих, и еще наше потомство. Представляете себе, насколько это отвратительная судьба. Я это пытаюсь через себя пропустить. Вот я уже на протяжении лет пяти веду эту деятельность. И на протяжении пяти лет я много всего говорил, очень много моих изречений, много всего, от чего я предостерегал и предостерегаю, к чему я, может быть, призываю. То, что я порицаю. И вот представьте, если через пару лет вдруг вот все это постигнет меня. Можете себе представить, что вот я порицаю Кадырова, называю его предателем, а через какое-то время я уже оказываюсь рядом с Кадыровым и пою вот эти всякие песни для него. Ну, говорю о нем в каком-то хорошем смысле, называю его героем, достойным человеком. Говорю, что вот путь Ахмата Кадырова, это прям истинно последняя инстанция. Представляете себе? Вот все то, что я на протяжении этих лет говорил и делал, это все постигнет меня. Все то, за что я порицал Кадырова и его приближенных, я сам стану точно таким же, как и они. То есть все мои слова будут против меня самого. И не только против меня самого, а потом вы представляете, что еще мои дети будут это продолжать. Меня, допустим, не станет, а мои дети будут восхвалять путь Ахмата Кадырова. Будут говорить о том, что Ахмат Кадыров, герой чеченского народа, Рамзан Кадыров, герой чеченского народа. Представляете, мои дети. Дети того человека, у которого пять лет. Это все можно в хронологическом порядке выстраивать, можно слова эти показывать. Это, на самом деле, это великая вещь, которая постигла это семейство. Я убежден в том, что в то время, где-нибудь там, в 96-м, 97-м году, после, допустим, знаменитой речи Кадырова на этом тракторе, где он объявляет священную войну в России, где он призывает чеченцев выходить и воевать с Россией, где он призывает женщин, не спрашивая у своих мужей выходить на эту войну. То есть, да, если им мужья не разрешают, то они имеют право их ослушиваться. Вот такие вот вещи говорит он. И вот после этой речи, допустим, он спустился с этого трактора, и если ему сказать, скажи, пожалуйста, Ахмад, а вот через несколько лет, если ты сам станешь одним из тех, про кого ты сейчас говорил, про предателей, ты сам станешь российским чиновником, и ты сам будешь проводить вот эти выборы, которые ты сейчас здесь, этого трактора порицаешь, говоря, что это спектакль. Ты сам будешь проводить эти выборы, ты будешь в них участвовать, ты будешь участвовать в этом фейковом мероприятии под названием референдум чеченского народа, ты вот это все будешь делать сам. А потом еще и твои дети, твое потомство будет твоим именем называть путь, по которому они следуют. И вот такая вот судьба постигнет тебя и твое потомство, если бы ему это сказали, как вы думаете, что бы он ответил? Я думаю, что тогда он бы сказал, да упасет Аллах, он бы сказал, меня, мое потомство и всех мусульман от подобного позора. Я думаю, вот так бы он ответил, сделав дуа. Поэтому я тоже хочу сделать это дуа Аллаху. Да упасет Всевышний Аллах меня, мое потомство и всех мусульман от подобного позора. Это позор, после которого нет позора. Самое отвратительное, это когда против тебя поднимают твои же слова. когда не кто-то что-то говорит, а когда ты сам порицал недавно все то, что ты делаешь сейчас. Вот это самое отвратительное, это самое позорное. Хуже этого, я не знаю, что можно придумать, хуже этого. Ты можешь что-то делать, и когда тебе приводят слова, допустим, из Священного Писания и так далее, то ты можешь просто сказать, я ошибся, для меня теперь открылась истина, и все. А здесь, понимаете, когда против вас приводят ваши же слова, тут понятно, что тут дело не в том, что ты когда-то не знал и стал что-то делать. Это ведь вопрос не невежество. Это вопрос, когда ты просто переступил через себя, через честь, через достоинство, через все. И что должно произойти в этот момент, когда ты переступал, ты ведь стоишь на пороге вот этого выбора, в какой-то момент это ведь происходит, это не какая-то такая долгоиграющая история, это в какой-то момент ты оказываешься перед выбором сделать вот этот первый шаг. И вот в этот момент, что у тебя происходит внутри тебя, когда ты знаешь, что ты делаешь сейчас то, за что ты совсем недавно, вчера порицал людей, от чего ты предостерегал, против чего ты призывал, и ты вот сейчас стоишь на пороге этого и делаешь выбор. Да, я хочу стать предателем. Это позор, после которого нет позора. Да упасет Всевышний Аллах всех нас от подобного позора. Тунсо, а как ты понимаешь слова? Воюйте с ними так, как воюют с вами они, но не приступайте. Басаев эти слова как-то произнес в интервью с Бабицким. Я их понимаю так, как делали Тавсиры, ученые. Здесь как раз вопрос в том, что многие, к сожалению, те, кто приступают, они их неправильно поняли. Ведь в этом аяте ясно сказано воюйте с ними так, как они воюют с вами. С ними с кем? С теми, кто с вами воюет. Вот это очень важное правило. Воюют только с теми, кто с тобой воюет. Не воюют с мирными людьми, которые с тобой не воюют, с ними не воюют. Вот это очень важное непонимание многих, к сожалению, этого аята из Бурана. Нельзя если с тобой воюют и совершают какое-то преступление, то в ответ можно совершить это преступление в отношении этих людей, понимаете? То есть ты можешь им ответить тем, что они сделали тебе, но ты не можешь пойти и совершенно ни в чем не повинным людям сделать какое-то зло и потом сказать, что я им вот этим товарищам ответил, это не они тебе сделали, это они вот им ответь тем же самым они ни в чем не повинным людям. Субтитры Как Малыш Это Субтитры создавал DimaTorzok